МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В наступную субботу 25-го красавика в Беларуси пройдет республиканский субботник. Такое решение принято Советом Министров. В этот день державные органы и организации на доброохватной основе могут провести субботник на опрационных местах або доброупорадковать территории населенных пунктов. Зарубленные сродки перолишить областные бюджеты, их накеруть на подрыхтоку детяших лагерей и спортивных объектов, а так самоодновление историко-культурных каштонностей и месту боевой и воинской славы. Так, 50% сродков зарубленных в Украине за 25-е красавика в ровных долях поделить помишь Национальным мастатским музеем и мемориальным комплексом на месте спаленной везки Алла в Светлогорском районе. Весновые каникулы заканчиваются. Министерство эдукации поведомило, что в учебный процесс в средних школах пошнется у понятделок 20-го красавика. По словах министра эдукации Игора Карпенки, прийти в школу на наступном тыдне планует около 40% детей. При этом означается, что батьки, которые лишат наведывание школы небеспечным, имеют право не отпускать своих детей на занятки. В таком случае они должны протягивать навышание дистанционно. Навышальные программы и календарно-тематичное планирование по каждому предмету должны быть откорректированы. Закончание навышального года переносить поколь не плануется. Пандемия коронавирусной инфекции оказала вплыв на все сферы життя. Зразумело, что эдукация – не выключение. В учебной установке вымышлены адаптоваться под исчезные умовы, как ничего не перешкажало детям отримывать веды. Ситуация не простая, но выход знайшелся в дистанционном научении. Об тем, как проходить процесс эдукации на отлеглости в Гомельской гимназии номер 56, имя Вишневского, доведилась наша с демышной бригадой. Для наставников и наученцев гимназии номер 56 дистанционные уроки не стали чем-то новым. И они давно используются эдукационными онлайн-платформами, мессенджерами и видеосувязью для выучения додатковых материалов. Сейчас современные методы научения удосканавливаются и уживаются у полной меры. Я считаю, что дистанционное образование – это такой важный элемент нынешнего современного образования. И так или иначе, мы от него никуда не уйдем. Внедрец, конечно, и коты – это нужно и важно. И современные дети, да, они, наверное, пользуются телефонами намного лучше и оперативнее, чем даже взрослые. Поэтому дистанционное образование – это вот важный такой элемент, и мы это должны использовать. Новая форма обучения робит эдукационный процесс больше комфортным. Але есть свои нюансы. Плюсы и минусы уроков на дистанции отзначают и сами школьники. Наприклад, отсутность непосредного взаимодействия с наставниками и одноклассниками изъявляется для детей проблемой. Немного не хватает общения с одноклассниками, но у нас есть специальная группа, где мы можем переписываться с друзьями. Дистанционного обучения не хватает контакта живого с учителями, с верхниками. Что тычется педагогам, то им так само не хапая контакту с детьми. Тем не менее, дистанционное обучение для них нечто большее, чем просто вымушенная мера. Мне кажется, такая форма обучения, она очень может помочь детям научиться учиться. Потому что они привыкли брать готовые знания, которые мы им даем. А в этой форме обучения они должны работать сами. А мне кажется, это самое главное. Когда ребенок сам нашел материал с помощью учителя, проконтролирован, но его разобрал, усвоил, и тогда он, наверное, все-таки лучше держится в голове, и его лучше можно и спокойнее применять потом на практике. Я ничего не вижу плохого в этой системе, но она должна быть очень контролируемая. Безумовно, дистанционное обучение николи не заменит живой гутерки наставника и обученца. Однако в сегодняшних умовах для установа дукации это лепшее решение иснуютшей проблемы. Миколай Скинтиян, Валера Гапанько, телерадо и компания «Гомель». Мазырская швейная фабрика «Надекс» часова перешла на выпуск только охонных масок, поведомили Белта на предприемстве. На фабрице вырабляют 4-х и 5-слойные марлевые маски и неотканные санитарно-гигиеничные одноразовые нестерильные маски с полипропилена. Сегодня перед нами, как и перед всеми предприемствами «Легк Прама», стоит задача закрыть потребы в сродках обороны как медицинского персонала, так и всех белорусских граждан, означали на фабрице. Штодионный план пошил до 50 тысяч масок. Заказчиком продукции выступает Белфармация. Праца на фабрице организована в тем лику и в выходные. Специалисты Гомельского областного центра профилактической дезинфекции дали парады по выкористанию индивидуальных сродков обороны подчас эпидемии коронавируса. У приватности размова идет об масках и десродках. Человеку массы на улицах городов сегодня уже не редкость. Относины медиков до этого неоднозначные. Шмот кто лечит, что выкористовывать маски необходимо только в местах массового знаходжения людей. При этом от хворого человека коронавирус не передается на отлеглость больше, как два метра. И такой факт. Полностью гарантовать безопасность не может ни одна маска. Маски, которые сейчас массово стали выпускать, конечно, раньше их надо тестировать, насколько они защищают. Вообще маска на 100% профессиональной деятельности наша не защищает, до 100% от инфицированности. Потому что там различные требования, проницаемость и так далее, и так далее не испытываются по технологическим нормам. Поэтому маски, я вижу, различные люди носят. Понятно, что не все их защищат, но они уменьшат. Все равно не уменьшают вероятность проникновения инфицирующей дозы в человека. Они еще лучше защищать, если человек сам уже инфицирован, чтобы менее загрязнять окружающую среду. Особливая увага дезинфицирующим сродкам. Зараз великим попытом корыстаются ваткости на основе спирта. По словах медиков, выкористовывать их для опросовки поверхню у жилых помешканья не треба. Хопить и извычайной вельготной уборки. При махшимости необходимо отмовиться от таких сродков и в остальных выпадках. Бо ваткости с утроманием спирта могут пошкодить скорую рук. Больше эффективным и безопасным заявляется опросовка рук мылом. Если есть возможность помыть руки, это все заменяет применение антисептиков. Он нужен в таких ситуациях, где вообще нет условий для мытья рук, то есть крана, мыла и так далее. И где-то, как представят, какие-то манипуляции, может даже с лицом связаны, и надо просто воспользоваться антисептиком. Да, им тогда надо воспользоваться. Потому что химическая дезинфекция, в общем-то, это давно уже по стола от десятилетиями, она должна быть минимально достаточной. Потому что химии хватает, и чрезмерное применение, оно все равно небезвредное, скажем так. Показания к применению химических средств, дезинфекции, антисептиков, оно должно быть умеренным. Пандемия коронавируса не самым левшим чином отбилась на приватном бизнесе, особенно в сфере громадского харчевания и забавляльных послуг. Разом с тем, шмат кто не только не спынил деятельность, а лей пошел оказывать бесплатную допомогу медикам. Подтвержение тому в материале наших корреспондентов. В Гомельском кафе «Сити» в эти дни не вельми шматлюдно. Наведывальники есть, а затраты зараз превышают доходы. Правда, владельники вырошили гандлевую коробку все ж таки не закрывать. Больше затое, с минулого ты дня тут начали рыхтовать бесплатные комплексные обеды для медиков, которые работают в реанимационном отделении и круглые сутки находятся в больнице. С 8 числа мы начали готовить обеды для сотрудников отделения реанимации Гомельской областной туберкулезной больницы. Там, где суп, горячее с гарниром и салат. Это полноценные комплексы, которые мы отдаем. А про шага рачих обедов предприимальники вырошили оказать медикам, які круглосуточно знаходятся у больницах, яше и материальную допомогу. По властной инициативе супрационники гомельских гостиниц «Сити» и «Парадис» профинансовали на бытё косметичных сродков и рушников. Необходность проведения такой акции сами предприимальники тлумашить просто. До такой ситуации бизнес повинен подвести из усёй отказностью. Сегодня усё набытое так само отвезли у туберкулезную больницу. Нам сегодня бизнесу очень тяжело, неимоверно трудно. Но я хочу повторить всем тем ребятам, которые занимаются бизнесом, что мы здесь теряем только деньги. Врачи теряют больше. Они теряют, могут потерять свои жизни. Поэтому каждый из нас должен помочь. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Дякую медикам. Миновито так называется акция «Марафон», организованная Белорусским Республиканским Союзом Молоди и Белпоштой. Каб выказать подяку медицинским працанникам, пропануется бесплатно прислать поштолку той теньшей установе оховы здоровья. Творший подыход да уделу позволяется робить открытки своими руками. У Гомеля акция стартовала в паштовом отделении номер 48. Абсолютно каждый желающий может присоединиться к акции, изготовить открытку самостоятельно, макеты можно найти на сайте БРСМБА, а также в наших социальных сетях, хендмейт также и абсолютно бесплатно, не требуется наличие марки, предприятие Белпочта направит открытку до адресата, но при трех основных условиях. Первое – это хэштег спасибо медикам, второе – наличие точного адреса и наличие индекса. Акция протягнется до 30-го красавика, по удельней шатюей могут у серой центры в области. У Гомеля прошел электронный кермаш вакансий. Управление попрасы, занятостей социальной обороны Гарвы Конкама организовало в онлайн режиме промый диалог наймальников и претендентов на прационные мессы. Электронный кермаш вакансий у Гомеля в Першиню провели на проконце минулого года. На жаль, некоторые предприемства не сдолили зайти в систему. Эту проблему пообещали вырешить до наступного электронного кермашу. В уголе зараз в центры занятостей официально зарегистрированы 307 беспрационных. Только за минулый тыдень праца уладкованы 44 человеки, 12 накированы на перенавучение. Сорудная больш запотрабованных профессий водитель троллейбуса, повар, продавец, цырульник, тынковщик, маляр, облицовщик, плитошник. В управлении по праце занятостей социальной обороны Гомельского Гарваканкама уповнены, что электронный кермаш вакансии перспективны на керунок праца уладкования насельництва. Любой гражданин может одновременно выйти, пообщаться с предприятием организации, получить от него в реальном времени информацию, выяснить социальный пакет, заработную плату, режимы работы, решать вопрос своего трудоустройства. И наниматель видит и оценивает уже непосредственно. Варатовальники уходе профилактических мероприемств выявили больше за 60 неякосных вагнетушителям. На территории нашей краины продавать вагнетушители может любый человек. Часто и ныне не отвечают потребованным нормам. В случае сгорания различовать на этот супротивопожарный сродок не отримается. Наши корреспонденты с уместно с супрацовниками МНС провели эксперимент и проверили, что будет, когда вагнетушитель опынится неякосным. Месть лицензию на продаж вагнетушителям требовало в обязательном парадке до 1 вересня минулого года. После обмены этого потребования продавать супротивопожарные сродки стали утыми кутые, кто ранее никогда их не реализовывал. Однако супрацовники МНС означают, что такие продавцы могут даже не видеть нормы потребований до своего товара. Это главная проблема по словам выродовальников. Мы провели ряд мероприятий на территории Гомельской области и выявили ряд фактов реализации нецерфицированных огнетушителей. Мы, конечно, в первую очередь предупреждали этих продавцов о том, что это нельзя делать. Вносили им определенные требования и огнетушители снимали с реализации. Потому что наша работа в первую очередь была настроена на то, чтобы они их перестали реализовывать. Огнетушитель в первую очередь должен потушить возгорание. К примеру, я вам приведу огнетушитель углекислотный. Если углекислотным огнетушителем пользоваться, то на выходе углекислота имеет температуру минус 70 градусов. Если лопнет или треснет шланг или растроб, откуда выходит это огнетушительное вещество, то можно получить обморожение рук. При набыти огнетушителя важно память от некольких правилов. До кожного огнетушителя должно прикладаться кировничество по эксплуатации с указанием призначения и основных характеристик прилады. Нужно обратить увагу на даты выработки, звездки об сертификации, посвящения, приемцы и отзнаки об продаже. В эксперименте удельничали 10 огнетушителей. Одни были со знаком сертификации, другие без его. По выводниках проверки сертификованные огнетушители спрацовали все. А вот народ тех, которые не имели сопровожденных документов, спрацовали только 2 с 5. Сегодня в Украине заховывается пожаронебеспечная обстановка. За минулые сутки выротовальники ликвидовали один торфяный пожар площадью больше за 3,5 гектара на территории Хойницкого района. Итак, на сегодняшний день складывается непростая оперативная обстановка в связи с горением лесов, с горением травы и кустарников, а также сухой растительности. МЧС Гомельской области напоминает, что на всей территории Гомельской области введен запрет на посещение лесов и также рекомендует настоятельно воздержаться от выжигания сухой травы. Выротовальники нагадывают, что в огнетушитель необходимо иметь побочный не только в автоте квартиры. Если вы собрались спалить сметки на своем участке, наявность этого супрось пожарного сродка так само необходима. Вероника Гамзюкова, Игорь Марышенко, телерадио компании Гомель. В Гомеле подвели выники оплаты проезда по QR-коду после двух месяцев працы технологии. В зале автопарка номер 6 собрались все кондукторы областного центра. Лепших из них узнагородили с участной техникой. По выниках двух месяцев первой стала Инна Куляшова. И она частей заинших пропоновала пассажирам скористаться новой системой. У призерах так само кондукторы Валентина Выступова и Анжела Шитикова. Реакция более положительная, особенно со стороны молодежи, но в данный момент и даже со среднего возраста они спокойно пользуются этой системой и вопросов здесь не возникает. Если возникают какие-то вопросы, мы им помогаем. Нагадаю, Гомель стал первым областным центром, жахары якого смогли скористаться инновационной системой и куплять квитки у один клик на смартфоне. Сегодня оплатить за проезд по QR-коде можно на всех маршрутах 6-го автобусного парка. По выниках этих двух месяцев были выявлены проблемы заплатой. И они будут в дальнейшем выращаться. Не все восприняли одинаково, скажем, одинаково позитивно вот этот новый продукт. Но тем не менее те отзывы, которые мы получаем от клиентов, от пассажиров, от пассажиров, прежде всего, это молодежь, это те люди, которые интересуются современными технологиями, отзывы самые положительные. Мы можем сейчас сказать, что весь общественный транспорт города Гомеля, все абсолютно маршруты автобусов, все троллейбусы, то есть весь общественный транспорт города, он оборудован сервисом оплаты, и любой пассажир, будет там житель города Гомеля или гость города Гомеля, он не глядя, там есть какие-то наклейки или обозначения на автобусе или троллейбусе, он может спокойно заходить в любой транспорт и, пользуясь сервисом, оплачивать свой проезд. Кинотеатр под открытым небом. С 26 по 28 Красовика за тем кожную пятницу, субботу и неделю на территории автостоянки Асалцы будут отбываться кинопоказы. Организаторы проекта Коммунальное унитарное предприемство Кинотаур суместно с Музгандальсервисом и открытым акционерным товарыством Кирмаш. Идея такая, приезжает машина, независимо от того, есть там один человек или четыре человека, он оплачивает 10 рублей за машинное место и на великолепном экране, а экран это 10 на 4 светодиодный экран в очень хорошем качестве смотрит фильм, который мы представляем. А кроме того, с мая на базе кинотеатра имя Калинина плануется проект «Приватный кинотеатр», дякуюши якому кожный жадающий сможет арендовать кинозал для разных мед. Сочетесь за новинами на сайте Кинотаура. У Беларуси проходит сбор сродков на лечении и реабилитацию замяжут для трех маленьких девчонок. Ударки Шипятовской, Софии Жагунь и Миланы Пшанко редкое генетичное захворование, спинальная мышечная атрофия первого типа. И она поступово приводит до нарастающей мышечной слабости. Допомогать девчонкам может кожный. Для этого треба потелефоновать на республиканскую доброчную линию, отправить смс с текстом и суммой охверования на короткий номер, альбо накеровать сродки фонду Серца Аньола. Ветковский музей старообразництва и белорусских традиций. Мяшклярова запустил новый интернет-проект «Осеродзе Зносин». Кожную сироду в 15 годин навыковые супрационники музея будут проводить онлайн-лекции. Под час промых трансляций они будут рассказывать про экспонаты Ветковского музея и его филиала в Гомеле. Некольки трансляций уже отбылося. Гомельшанам распавели про особные иконы и иконопис в целом, про элементы и символы на экспонатах. В наступную сироду супрационники музея расскажут про историю такого символа как ромб, которая наличивает больше за 4000 годов. Подключиться до трансляции можно в инстаграм-аккаунте музея и официйной группе ВКонтакте. На данный момент мы пока что опробуем эту всю систему и возможно в дальнейшем мы перейдем уже на постоянную основу. То есть каждую среду будем проводить прямые эфиры. Возможно со временем мы расширим нашу сферу деятельности. Это будут мастер-классы, какие-то онлайн-видео экскурсии. Однако сейчас мы ограничились на лекциях небольшого времени как раз таки 15 минут. Заставаться дома под час церковных святов у период пандемии не грех. Белорусская православная церква напереда Дни Великодня рекомендует хворым и ослабленным людям, а так само туристам и тем, кто сбирается только освятить ежу, устрематься от наведывания храмов. Министерство Аховы здоровья просит церкву по махшимости проводить усенобоженство на улице. Кобзнизить распосюживание коронавирусной инфекции на сайте Белорусской православной церквы опубликован из ворот синода до прохожан. Дорогие айцы, браты и сестры, на нашу землю пришло выпробование коронавирусная инфекция. Обовязок церквы молитва об людях и в эти дни Белорусская православная церква гороша молится об тем, как Господь одве убеду от народа Беларуси. Мы молимся об большхудким выздоровлении хворых на коронавирус, об супокоении померлых от этой хворобы, об даровании здоровья и сутешение родным и близким у всех, кто так иначе потерпел от инфекции и про то, как небеспешная пошласть как могла худше испынилась. Узвороте так само означается, что людям, которые не удельничают у громадских набоженствах подчас эпидемии, такие поводины не залишиваются у грех. Эти и инши новинные информацию о проектах Толяраду компании Гомель вы можете на нашем сайте и интернет по адресу www.tsvrgomel.by На этом выпуске завершен. Усяго доброго и до встречи у эфира.